Уже довольно долго действует эмбарго на запрет ввоза в России сельскохозяйственной продукции из некоторых зарубежных стран. Обнаруженные нелегальные продукты изымаются и уничтожаются на полигонах бытовых отходов. Напомним, что указ об уничтожении товаров из санкционного списка, незаконно ввезенных в Россию, подписал президент России Владимир Путин. Однако нелегальные продукты до сих пор продолжают поступать на прилавки российских магазинов. В ходе проверки 5-й оптовой базы рязанские транспортные прокуроры совместно с сотрудниками Россельхознадзора выявили партию слив неизвестного происхождения. Фактов реализации санкционных товаров не выявлено. Вместе с тем выявлена партия слив, на которую отсутствовали товаросопроводительные документы, либо маркировка, подтверждающая страну происхождения товара. Кстати, недавно сотрудники Федеральной таможенной службы предложили новую меру ужесточения. Они сейчас разрабатывают проект, постановление которого предусматривало бы введение уголовной ответственности за незаконный ввоз товаров. Эту идею поддержал и министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Пока по всей стране идет полномасштабное уничтожение нелегальных продуктов, обычные горожане продают выращенные на своих огородах фрукты и овощи на рынках областного центра. И большинство из них поддерживают практику уничтожения санкционных товаров. Как их уничтожать? Главное, чтобы наши продукты шли хорошо, по идее. Людям, которые привозят такие продукты из-за границы, хотят сейчас ужесточить наказание. Правильно? Да, это да. А почему? Можете объяснить? Ну, они же сюда не законно попадают. Как сказать, конечно, нужно свое выращивать на полях и фермерское хозяйство, ну, чтобы, как говорится, больше наших продуктов было, сельхозпродуктов. В общем, народное мнение очевидно. Меры, принятые по отношению к санкционным продуктам, помогут освободить место на рынке для российского фермера.